Почему в городе темно? Подробности аварии на дороге и новый автобусный рейс. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Сегодня в муниципалитете мэр города озвучил сообщения нижнекамцев, которые поступают в рубрику народный контроль. Все чаще горожане стали сообщать о бесхозных автомобилях. Городоначальник попросил соответствующей службы обратить внимание на эту проблему, а также принять меры по поводу того, что в городе не везде есть освещение. В системе народного контроля появляется сообщение о том, что некоторые руководители занимаются отписками. Например, жители 35 микрорайона сообщили о том, что нет освещения в районе развлекательного комплекса «Лагуна» по улице Корабельная. Ответственные же отчитались в народном контроле, что заявка решена. А люди сообщают о том, что фонари как не горели, так и не горят. Это недопустимо и второго предупреждения ответственным не будет. В целом, еще раз обращая внимание, всех ответственных лиц, город в темное время суток должен быть освещен. Принимайте для этого все необходимые меры. Элементарное нарушение правил безопасности дорожного движения чуть не привело к трагедии. Авария произошла в минувшую субботу на трассе Чистополь-Альметьевск. Водитель Некси выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус». В «Форде» находились супруги с маленьким ребенком, малыш был в детском удерживающем кресле. Водителю Некси тоже повезло, у него медики зафиксировали лишь ушиб группной клетки. Хотя, судя по тому, в каком состоянии автомобиль после ДТП, травмы могли быть более серьезными. Сейчас инспекторы ГИВДД выясняют, что заставило Некси выехать на встречку. На данном участке дороги обгон запрещен. Улица Гайнулина, начиная с сегодняшнего дня, связана со стальной частью города автобусным маршрутом. Его номер 34. Отправляется он от Гайнулина-10, едет по студенческой, затем строителей, химиков, корабельная и возвращается на Гайнулина. Пока на линии два автобуса, интервал движения 12 минут. И это не единственное новшество. Доехать до Мира-95 и Мира-107 теперь тоже можно на рейсовых автобусах. Сюда заезжают 5, 5А, 13 и 14 маршрут. В Нижнекамске прошла 20-я спартакиада работников предприятий, химических отраслей и промышленности. Соревноваться пришлось сразу в шести дисциплинах. Это волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, притягивание каната и легкоатлетическая эстафета. Быстрее, выше и сильнее оказались спортсмены Нижнекамского тихима. Кстати, за последние 12 лет первое место им не доставалось лишь единожды. Ну а в следующем году спартакиада будет проходить в Казани. Вторник по прогнозам синоптиков ожидается ясным. Температура воздуха плюс 14 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Генеральный директор Нижнекамск нефтехима Азад Бекмурзин встретился с горожанами, валеев с сельчанами. А еще нефтехимик готовится к игре с Ладой. Об этом и не только в 17 часов. Оставайтесь с нами и будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова